Афганистан уже не нужен США. Следующая в очереди Украина. Андрей Бабецкий, специально для Украина.ру за 4 марта 2020 года. В соглашении о мире, подписанной несколько дней назад между США и талибами, есть не что иное, как акт о, в общем, довольно позорной капитуляции, поскольку оно никак не подразумевает хотя бы минимальной компенсации за все понесенные Америкой потери в течение длившихся 18 лет военных действий. Конечно, это не столь впечатляющее и масштабное поражение, как знаменитый Брестский мирный договор, позволивший за счет потери территории Советской России выйти из Первой мировой войны, но удар по американскому национальному самолюбию, выход военной группировки США из Афганистана нанесет очень и очень чувствительный. Это уже видно по комментариям, как дружественно настроенных Дональду Трампу медиа, так и тех, кто его отчаянно критикует. Более 2200 убитых американских солдат, более 20 тысяч раненых, свыше 2 триллионов долларов. Оказывается, это все было зря и никому не нужно. Единственное условие, поставленное американцами талибам, которые они еще вчера считали террористами, воздержаться на определенный срок от силовых действий по отношению к поддерживаемому Вашингтоном правительству страны. Вот что говорится об этом в подписанном документе. Стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысяч человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев. Если Талибан, организация запрещена в РФ, примечание редакции, воздержится от насилия, кроме того, соглашение предусматривает постоянное и всеобъемлющее перемирие, это значит, что после полного вывода войск Талибан получит возможность сделать с афганскими властями все, что посчитает нужным. Поскольку талибы действующей власть считают нелегитимной и управляющей страной по воле и в интересах ненавистного им Запада, то легко представить, что случится через полтора года. Если даже при поддержке контингента союзнических войск, кроме американских военнослужащих, в операции принимали участие представители Великобритании, Польши, Румынии, Канады, Франции, Грузии, Эстонии, Латвии, афганская армия не сумела справиться с Талибаном, то после их ухода ее сметут в одно мгновение. В принципе, Вашингтон мог бы поторговаться, попытавшись вынудить талибов признать нынешнее руководство страны законным и вписать это положение в соглашение о мире. Но, похоже, американцы не стали делать даже этого, оставив нынешние афганские власти в самом жалком положении и с очень грустными видами на недалекое будущее. Это, кстати, напоминает историю с выводом советских войск, результатом которого стало отстранение от власти руководства возглавлявшегося Мохаммедом Наджибулой, с которым, кстати, расправились те же самые талибы. В то время это была самая непримиримая, самая жестокая радикальная сила в Афганистане. Ее заботливо взращивали в Пакистане в ненависти к советскому режиму под руководством американцев. Правда, после появления ИГ, запрещенная в России, и других отмороженных террористических группировок, талибы могут показаться милыми и интеллигентными людьми. Удивительно, какие кульбиты иногда делает история. Но вернемся к сокрушительному провалу США. Таковыми его считают военные и часть американских политических элит. Для Дональда Трампа соглашение стало личным триумфом. Он обещал вывести американские войска из Афганистана еще во время предвыборной кампании, но смог это сделать только сейчас, по завершении расследования о вмешательстве России в выборы и истории с импичментом. Известно, что он в своих действиях руководствуется не ценностями, а интересами. Дорогостоящая смертоносная война казалась Трампу не просто абсолютно бессмысленной, но наносящей колоссальный ущерб национальной экономике. И теперь, в ходе новой предвыборной кампании, он, несомненно, сделает ставку на то, что сумел избавить страну от разорительного и гибельного актива. Все происходящее является плохим знаком для украинских властей, поскольку следующий непрофильный и, несомненно, очень токсичный для президента США актив – это Украина. Украинские политики активно вмешивались в предвыборный процесс на стороне Демпартии в 2016 году, помогая валить Трампа. Уже нынешняя власть фактически отказалась проводить расследование о коррупции Джо Байдена, который вновь становится главным соперником главы Белого дома на предстоящих президентских выборах. В культивировании военного конфликта на Украине Трамп явно не заинтересован, хотя не проявляет большого интереса к мирному процессу. Он просто посоветовал Владимиру Зеленскому поладить с Путиным. Такая холодная отстраненность свидетельствует о его мизерном интересе к украинскому досье, которое, кстати, тоже обходится американскому бюджету в сотни миллионов долларов. Пустяк в сравнении со стоимостью оккупации Афганистана, но никакого смысла тратить эти деньги на поддержание дееспособности украинской армии нет. Поэтому Украина гарантирована следующая в очереди страна на выход из зоны американского внимания. Андрей Бобицкий. Афганистан уже не нужен США. Следующая в очереди Украина.